С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 1 июня среда. В студии Джамиля Богомедова. Доброе утро. Сегодня Международный день защиты детей. В рамках праздника в Махачкале пройдут конкурс детского рисунка на асфальте. Фестиваль детского творчества «Юные звезды Махачкалы» и праздничный концерт. В продолжении темы интервью Бедернисе Гусейновой. Сегодня Международный день защиты детей и по всей республике проходят мероприятия. В том числе организованы мероприятия и в столице республики Махачкала. И одни из участников этих праздничных мероприятий это детская филармония управления культурой города Махачкалы. Сегодня художественный руководитель Юрий Геннадьевич и директор детской филармонии Джамиля Ахмедовна расскажут нам, какое участие принимают ваши воспитанники в мероприятиях, которые проходят сегодня в городе. 1 июня традиционно в нашем городе проводятся большие детские праздники. Все начинается с конкурса «Рисунка на асфальте». Это самый доступный, самый, я думаю, радостный такой вид творчества. Будем надеяться, что погода не подкачает, да, будет солнечная? Мы будем надеяться, конечно. Чтобы можно было рисовать на асфальте. Потом на площадке у Русского театра начнется фестиваль детского творчества, где выступят лучшие коллективы города. Затем все это плавно перетекает в фестиваль «Маленькие горцы», где уже выступают ребята из города и республики. После этого уже в помещении Русского театра пройдет награждение лауреатов городского открытого конкурса «Юные звезды Махачкалы». И все это завершится большим галоконцертом, где принимают участие самые наши юные артисты. Выступление подготовлено силами самих участников, педагогов, да, которые работают в детской филармонии. Вообще это энтузиасты своего дела, которые, я знаю, долгое время работали только на личной инициативе. Но есть такое приятное событие с февраля 2016 года. На финансировании находится детская филармония. Будем надеяться, что и в дальнейшем руководство республики будет поддерживать этот коллектив. В джемелях недавно. Как организуется репертуар? Вообще, как проходят репетиции? Ну, сейчас проводились репетиции, чтобы дети достойно представили на городских площадках детскую филармонию. В программе песня Майкла Джексона «We are the world» она будет закрывать концерт. Тем самым мы протягиваем как бы руку дружбы всем детям мира. И от каждой школы искусства выступают коллективы детей. Не только с музыкальными, но и с танцевальными. И инструментальными. Инструментальными. Ваши пожелания в этот день. Ну, не только в этот день, а чтобы всегда дети были здоровы, стремились к творчеству, интересовались культурой. А взрослые их поддержат в этом. Чтобы дети чувствовали поддержку не только 1 июня, но и на протяжении всего года, потому что дети – это наше будущее, дети – это основа сохранения культуры. Ну, и, наверное, чтобы каждый ребенок нашел себя в этой жизни, нашел свою дорогу, по которой он может пойти. Вне зависимости от того, в будущем он станет музыкантом или нет, в детской филармонии может остаться как приятное воспоминание. Но самое главное, что в первую очередь этот ребенок будет образованным человеком. Поздравляю и вас тоже. Международный день защиты детей. Не только праздник, наверное, детей, но и взрослых, которые постоянно находятся рядом с детьми. Вам удачи и успехов в работе. В Дагестане находится руководитель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Накануне Дня защиты детей правозащитник посетил ряд объектов, в том числе и пансионат «Забота». В рамках акции общественного контроля правозащитник посетил ряд объектов, в том числе следственные изоляторы «Махачкалы» и республиканский интернат «Забота» для умственно отсталых детей. Они осмотрели здание социального учреждения и проверили условия содержания детей. Здесь же Михаил Федотов рассказал о своих впечатлениях и подвел предварительные итоги по горячим следам. Те дети, которые здесь находятся, им нужно особое отношение, особая забота. Потому что это больные дети. И нужно сделать максимум для того, чтобы их социализировать. Мы можем приспределить. Ну, посмотрите. Вот ребята, которые содержались здесь же. Ну, они такие же, как мы. Значит, можно перебороть болезнь? Конечно. Значит, можно. Поэтому это очень важно. Ради этого и существует этот дом-интернат. Сегодня в Музее истории города Махачкалы открывается выставка «Я так вижу». Это проект Музея истории города Махачкалы совместно с муниципально специализированной общеобразовательной школой-интернатом для слабовидящих детей. Мы продолжаем следить за судьбой Фархада Гаджи Ахмедова, который четыре года назад стал инвалидом после наезда автомобиля. Несмотря на неблагополучные прогнозы, ребенок и его мама продолжают бороться за восстановление здоровья. После выхода в эфир нашей программы на призыв о помощи откликнулся и депутат Махачкалинского горсобрания Джамал Кудаев. Он взял шефство над Фархадом. Сейчас мальчик идет на поправку. На полное выздоровление нужно время и средства на реабилитацию в специализированных клиниках. В данное время семья с ребенком-инвалидом первой группы живет на съемной квартире. В свою очередь наша программа и дальше намерена оказывать информационное содействие семье Фархада. Глава Кайтакского района Алим Тимир Булатов посетил на дому ветерана Великой Отечественной войны Гусена Шахахмедова, которому исполнилось 120 лет. Во встрече, которая прошла в поселке Мамедкала Дербенского района, принял участие председатель собрания депутатов Магомед Гасанов. Новости культуры Сегодня в Махачкале пройдет торжественное открытие Международного фестиваля фольклора Горца в его программе «Фольклорный парад выступлений детских творческих коллективов», конференция «Межкультурное сотрудничество как средство достижения мира», презентация видеофильмов об этнокультурных традициях, конкурс исполнителей на народных инструментах, выставка декоративно-прикладного искусства праздника натоходцев. Также пройдут локальные фестивали с участием зарубежных творческих коллективов и фольклорных ансамблей в муниципалитетах республики, дефиле поэзия, народного костюма, конкурс исполнителей, народная песня «Дагестанские родники», галоконцерт «Россия. Родина моя». Студент из Дагестана Дусамада Дусамадов занял первое место в соревнованиях, проводимых в рамках Олимпиады боевых искусств по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу в Санкт-Петербурге. Всего в соревнованиях приняло участие около 600 человек. Как известно, футбол является одним из самых популярных видов спорта во всем мире. Новые спортивные площадки, проведение различных турниров и многомиллионная армия фанатов. Любители футбола Гунипского района тоже решили помериться силами и организовали турнир в честь выдающегося политика Абдурахмана Даниялова. Как он прошел, расскажет моя коллега Патимат Ахмедилова. Турнир собрал на футбольном поле 20 команд района. 240 молодых ребят, которые занимаются спортом, в том числе и футболом. Каждая команда готовилась к чемпионату и настроена на победу. Команда у нас молодая, мы играем совсем недавно, но мы проявим характер, покажем все, на что мы способны. Нам досталась достаточно серьезная группа. У нас столица нашего района играет, наши соседи играют. В принципе, побороться придется, легко ничего в жизни не дается, но мы, иншала, добьемся успеха. Футбол в горах любят играть. Ежегодно сборная Гунипского района принимает участие в чемпионате Дагестана по мини-футболу. И хотя лидирующих позиций пока не занимает, но стабильно в лучшей десятке команд. Это оказался очень удобный вид спорта, командный для занятий спортом, оздоровлением, общением, досуга, проведения полезного досуга времени. Очень хорошие площадки появились в Республике Дагестан. Я думаю, они появятся в скором времени во всех районах. Очень востребованы. Дети играют, маленькие дети играют, молодежь играет. На всех ровных площадках и местах, где можно только играть, ставят ворота там. Как надеются организаторы, в следующем году в соревнованиях могут принять участие еще больше команд. И для этого будет сделано все необходимое. По завершению турнира победители были награждены кубками, дипломами и денежными призами. Сегодня первый день календарного лета. Как сообщил нам руководитель Дагидромедцентра Адулгалим Дадашев, первый летний месяц ожидается жарче обычного. Особенно его вторая половина. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Прогноз дагестанского синоптика. Июнь месяц в целом ожидается теплый и в конце месяц жаркий. Температурный режим будет в пределах выше нормы, почти на 1 градус. И осадков будут тоже в пределах нормы. То есть он в целом будет характерен для Дагестана. Первая половина прохладная, вторая половина жаркая. Что касается начала купального сезона, то здесь синоптики также отмечают невысокую температуру воды в море. Сегодня она составляет плюс 18 градусов и считается недостаточно прогретой. Моржей это не смущает, а вот для обычных отдыхающих пока прохладно. Кстати, в Министерстве по туризму республики прогнозируют увеличение туристического потока на побережье Каспийского моря в этом году. По данным специалистов, это связано с относительно дешевизной отдыха на юге России и этнографической привлекательностью. Только в 2015-м Дагестан посетили 430 тысяч туристов. В этом сезоне их будет еще больше. А сегодня по районам республики ожидается местами дождь, гроза. В отдельных горных районах сильный дождь, возможен град. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура 23-28 тепла. По Приморским районам 21-26. В горах 15-20, местами до 25 тепла. В Махачкале ожидается дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление до 13-18 метров в секунду. Температура 24-26 тепла. Вода в море 19 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан. Всего вам доброго и хороших вам новостей.